Всем привет! Продолжаем путешествие наше. Занесло меня в Хессинки на эти выходные и совершенно случайно я попал на гей-парад. Это просто очень интересно. Это было в субботу 30 июня позавчера. Кстати, в этом параде принимал участие мэр города. Очень красочное шествие. Вот сейчас я постараюсь вам за честь, что написано в анонсах этого гей-парада в прессе. Цель прайд недели подчеркнуть разнообразие сообщества и дать место голосам, которые часто остаются без ответа. Ну, я хочу сказать, что если в прошлом году 35 тысяч человек собрал этот гей-парад в Хессинки, то этот гей-парад этого года, суббота 30 июня, собрал порядка 100 тысяч. Судя по всему, конечно, там, ну, я думаю, что процентов 20-30, 30 всех вот этих людей это геи и лесбиянки, хотя, может быть, даже и меньше. В основном это люди, которые просто пришли поинтересоваться, попеть песни, походить с различными шариками, выгулять своих собак завернутый. Вот этот флаг ЛГБТ. Кстати, я там встретил даже взрослых достаточно людей. Бабушки стоят вдвоем, завернутые во флаги. А вот и мужчины взрослые такие. Конечно, вызвало некоторое удивление. Действительно, очень красиво и интересно. Люди, люди симпатичные. Вот правда, иногда встречаются некие всплески. Это, наверное, трансвести, как их называют. Три-четыре человека я только видел. А то в основном люди, которые фотографируют, и люди с флажками. Очень много молодежи. Музыка, хлопушки, взрывы петард. Люди бывают в отличном настроении, поют песни. Вот как пишет историк Александр Хагман. Он издал книгу «Семь странных братьев». Книга исследует отношения финского общества к гомосексуальной ориентации в различные периоды времени. Он утверждает, что в 19 веке в огранной Финляндии романтические отношения между мужчинами не считались общей серьезных проступков. Гораздо строже в то время порицались внебрачные связи между мужчинами и жилищами. В 1889 году вступило в силу так называемое уголовное уложение великого княжества финляндского. Оно должно было соответствовать кодексу Российской империи. Появилась статья за гомосексуальные отношения. Виновным грозило до двух лет лишения свободы. Но потом начали проникать различные, конечно, нацистские настроения в Финляндию. Это стали применять достаточно жесткие меры. Под немецким влиянием финны признали гомосексуальность опасным социальным явлением и психическим заболеванием. Началась война против геев и диспианок. После окончания войны в Финляндии началось масштабное преследование таких людей. Самого широкого размаха она достигла перед летним Олимпийскими играми в Хельсинки в 1952 году. Кстати, вот с пуританскими взглядами финнов столкнулась даже мама мумитроли Туви Янсен. Ну помните, мумитроли, писательница. Уже в зрелом возрасте писательница осознала свою бисексуальность. Были вопросы сложные между церковью и обществом. Церковью, лесбиянками, мумисексуалистами, в общем, чего-то только не было. Но в результате, к примеру, в 21 веке, как здесь написано, лютеранская церковь Финляндии придерживается мнения, что всеобщее равенство важнее традиционных моделей поведения. Ну, в общем, по существу они признали все это дело. А вот как здесь написано, благодаря гей-туризму из России Хельсинки ежегодно заработать до 100, представьте себе цифру, до 100 миллионов евро в год. На карте столицы Финляндии можно найти более 30 специализированных мест. Для них не только бары и кафе, но даже гей-театры. Ежегодно проходит два конкурса красоты. Мистер Гэй Финлянд и мисс Гэй Финлянд. Победители получают крупные денежные призы. Кстати, в 2018 году в состав кандидатов вошел Пека Хависта, открытый гей. Он получил 12,5 голосов избирателей. Такие вот дела. Ну, что касается моего мнения, моего отношения, ну, мне всегда нравились хорошие женщины, симпатичные. Почему-то у нас всегда с ними получалось. Я, когда был молодой, мне нравились, но и сейчас взрослый человек, но тоже они нравятся. Я считаю, что Европа вымирает, потому что, потому что вымирает. Потому что действительно обидно. Лично мне обидно. В результате, скорее всего, Европу займут выходцы с Востока, у которых это, кстати, не поощряется. И у которых, как правило, в семье очень много детей. И медленной скоростью Европа вымрут. В Европе, как на знаменитой картине Вене, в музее Альбертина, есть такой музей Вене, будут стоять кипитки, а рядом люди в халатах, в тюбетейках. Будут жарить шашлык, торговать семечками. Вот такое вот у меня получилось, может, не очень хорошее окончание моего рассказа. Ну, в общем и целом, хочу сказать, это красочное шествие. Интересно было посмотреть на людей. Интересно было посмотреть на это красочное шествие. Вот и все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok